Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин с рабочим визитом посетил Гродно. Во время поездки он встретился с гродненцами, и у горожан появилась возможность получить ответы на волнующие их вопросы. Так на прием к Анатолию Калинину записалось пять человек. Двое из них – руководители правлений товариществ. Как отметил заместитель премьер-министра страны, такое в его практике впервые. Как правило, по вопросам эксплуатации, содержания и обслуживания жилищно-строительных кооперативов обращаются сами жильцы. Кроме этого, гродненцы, обратились к Анатолию Калинину с просьбой помочь благоустроить улицы в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. Неизменно остается открытым вопрос о строительстве дорог. Однако среди обратившихся были и те, кто пришел с вопросом не только общего характера, но и личного. Как выяснилось, тема приватизации жилья по-прежнему остается актуальной. Кроме всего прочего, гродненцы решили воспользоваться случаем и на прием к заместителю премьер-министра страны прийти не только с просьбой помочь решить некоторые вопросы, но и с предложением об улучшении инфраструктуры города. Более года назад в Гродно начал действовать безвизовый режим для иностранных туристов. С конца 2017 года он был продлен. Теперь срок безвизы – 10 дней. И расширена его территория. Сейчас в него входит весь Гродненский район, железнодорожный вокзал и Гродненский аэропорт. Именно с предложением развивать авиапути в рамках безвизового режима обратился на прием граждан Гродненец. К словам, в 2016 году Гродненский аэропорт принял около 5000 пассажиров. В 2017 – в два раза больше. В этом году, говорят представители власти, ожидается еще бы увеличение количества пассажиров, в том числе и иностранных. Уже в начале 2018 года Гродненский аэропорт встретил представителей бизнеса по безвизовому режиму. Анатолий Калинин отметил, что 10 дней безвизового режима – это не предел. Однако, прежде чем его продолевать, необходимо сделать все, чтобы иностранные туристы могли, а главное, захотели задержаться в нашем городе как можно дольше. Кроме этого, планируется активно рекламировать безвизовый режим в Гродно за рубежом. Поезда направлений Гродно-Варшава, Гродно-Белосток и Гродно-Вильнюс, в отличие от аэропорта, пользуются большим спросом и у гродненцев, и у гостей города и соседних стран. Поэтому планируется на летний период добавить несколько поездов по этим маршрутам. Продолжение следует...